Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Многодетные семьи из Самарской области вручили орден «Родительская слава». С наградой сызранцев поздравил президент России Владимир Путин. Параду победы быть. Как планируют провести масштабное событие в условиях распространения коронавируса? Приступили ко второму этапу. В Самаре продолжается строительство Фрунзенского моста. Многодетную семью из Самарской области в Международный день защиты детей поздравил президент России Владимир Путин. Во время видеоконференции он сообщил им, что издал указ о награждении супругов из Сызрани орденом «Родительская слава». Людмила и Иван Землянский воспитывают семерых детей. Старший сын служит в армии в Кремлевском полку. Подробности в нашем следующем сюжете. Со стиральной машинкой были какие-то планы, идеи. Я рад вам помочь в их реализации. Спасибо большое. Стиральная машина – хорошие дополнения в интерьер нового дома. Сегодня в семье Землянских гостевой день. Глава региона привез подарки для всех, а семья-то большая. Старший сын сейчас в Москве. Служит в Кремлевском полку. Второй сын недавно женился. Его молодой семье губернатор вручил холодильник. А всего родители Людмила и Иван воспитывают семерых детей. До недавнего времени землянские жили в десятером в трехкомнатной квартире. Папа, мама, семеро детей и пожилая бабушка. За помощью и улучшением жилищных условий в прошлом году они обратились к губернатору. Дмитрий Азаров поручил выделить средства, которые вместе с материнским капиталом позволили приобрести большой дом. Новое жилье убирали очень внимательно. Так, чтобы у каждого была своя комната. Во дворе подсобное хозяйство, а рядом речка, куда всей семьей ходят рыбачить. Большую семью многие воспринимают как подвиг. Сами землянские просто как норму жизни. Внимание многодетным семьям сегодня оказано на высшем государственном уровне. В прямом эфире в Международный день защиты детей их поздравил президент страны. Владимир Путин пообщался с многодетными российскими семьями, удостоенными ордена родительской славы. Нам постоянно помогает наша соцзащита, наша глава нашего города. Это помогает, интересуется нашей жизнью. Также помогают. И вот как раз Азаров нам подарил дом, вот эту субсидию. Такую шикарную. У нас теперь у каждого почти ребенка есть своя комната. Он у нас почти трехэтажный. Двухэтажный с мансардой. У меня есть койка. Да. Где заварено? У нас есть теперь свой огород. Мы посадили свои помидорки, свои огурчики. Супер, здорово. Приятно, что в Сызрани, в Самарской области с таким вниманием относятся к таким семям, как ваш. Вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Спасибо. Орден родительской славы относится к наградам высшего уровня. Его вручение сопровождается единовременной денежной выплатой. Ранее Людмила Викторовна была награждена знаком отличия материнской доблести второй степени. Иван Николаевич – знаком общественного признания во славу отцовства. За большой вклад в воспитание детей, укрепление семейных традиций супруги поощрялись благодарностью губернатора. И вот самая высокая награда. Вместе с Иваном и Людмилой Землянскими ордена удостоены 8 российских семей. Вручение по традиции состоится в Александровском зале Кремля после снятия противоэпидемических ограничений. Олег Зверев дарит рухово события. Мастер-классы и творческие студии, онлайн-путешествия и музыкальные зарядки. В городе начался социально значимый онлайн-проект «Самарские каникулы-2020». Весь июнь школьники и их родители смогут провести время с пользой. Каждый найдет занятие по душе. Елена Малютин расскажет, что подготовили педагоги дополнительного образования и городские власти для юных самарцев. В режиме самоизоляции самарские школьники скучать не будут. Для них городские власти и педагоги дополнительного образования подготовили проект «Самарские каникулы-2020», который в этом году стартовал впервые. Ребята и их родители смогут в режиме онлайн путешествовать по Самарскому краю, побывать в зоопарке и театральных студиях, где лучшие коллективы города представят свою программу. У нас пройдут экскурсии, и наши учащиеся вместе с родителями, с бабушками посетят самые лучшие уголки города и Самарского края необыкновенной. Мы поедем в «Жигулевский соповедник», мы расскажем о нашей Луке, о нашем прекрасном месте. И когда настанет время спать, у нас будет онлайн тихий час. И я прошу, не надо смеяться. В этот момент сама Арина Родионовна нам будет читать сказки. Педагоги дополнительного образования подготовили мастер-классы. Школьники научатся рисовать, фотографировать, делать коллажи, шить мягкие игрушки, готовить простые блюда. Будут разгадывать ребусы, кроссворды. Ребята посмотрят пьесы, почитают стихи и послушают музыку. Не обойдется и без физической активности. На онлайн-платформе организаторы подготовили музыкальную зарядку, которую можно выполнять дома. Старт онлайн-платформы «Самарские каникулы» приурочен к Дню защиты детей. Присоединяйтесь к городскому проекту «Самарские каникулы». Вас ждут новые знакомства, друзья и хорошее настроение на все лето. Ребята, от всей души поздравляю вас с Днем защиты детей, началом летних каникул. Желаю вам неиссякаемой энергии, счастья, исполнения ваших самых заветных желаний. А главное – здоровья вам и вашим близким. Все занятия на онлайн-платформе «Самарские каникулы» будут бесплатными. Всех активных участников, которые будут регулярно посещать онлайн-площадку и соцсети, наградят почетными грамотами и призами. Елена Малютина, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Во время самоизоляции в особой поддержке нуждаются палеотивные дети. Телеканал «Самара ГИС» вместе с благотворительным фондом «Евита» и волонтерами поздравили малышей с Международным днем защиты детей и подарили продуктовые и медицинские наборы. К акции присоединились и самарские бизнесмены. Мэри Елчан расскажет подробнее. Говорят, здоровье не купишь, но его можно поддержать, как в случае с Левой Зурнаджаном. Деньги играют решающую роль в выздоровлении ребенка. Мальчику год и четыре месяца. С рождения проблем со здоровьем у него не было. Но когда Леве исполнилось четыре месяца, он перестал фокусировать взгляд, держать голову и глотать. Потом оказался в реанимации с остановкой дыхания. А после выписки долгое время жил на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас мальчика продолжают обследовать, чтобы поставить точный диагноз. После сеансов массажа состояние Левы значительно улучшилось, рассказывает мама. Если раньше он не мог дышать без ИВЛ больше двух часов, то сейчас родные включают аппарат только на ночь. Мальчик один из подопечных фонда Евита. Участники благотворительной акции ему привезли спецпитание и лекарства. Помогают всем, всеми расходными материалами. В первую очередь, это, конечно же, наше питание, которое нам помогло набрать полтора килограмма, даже больше за два месяца. Так всем. И поддержкой, и заботой, и массажем, которое тоже пошло нам на пользу. В Международный день защиты детей телеканал «Самара ГИС» совместно с фондом поздравили палеотивных малышей. Поддержали подопечных продуктовыми и медицинскими наборами представителей бизнеса. Помимо этого, 10 волонтеров Самарской области купили детям подарки и развезли их по домам. Нам никогда столько не помогали, как было, до столько лет. Спасибо большое. «Самара ГИС» – это мой телеканал, где я передачу делала. Спасибо большое. Очень красиво. Из-за пандемии коронавируса пожертвования фонд заметно сократились. Чтобы поддержать подопечных, организаторы создали проект «Под крылом». Это антикризисная акция, в которой может принять участие любой, кто хочет помочь палеотивным детям. Сейчас в фонде 15 детей, которым необходимо специальное лечебное питание. Шестерым уже удалось помочь. Адресная помощь, когда мы привозим питание, лекарства, расходные средства, уходовые средства – это очень здорово. Это снимает ту самую финансовую напряженность с родителями. Они знают, что это у них есть. Но немаловажно это еще и психологическое состояние, и эмоциональное состояние. Всего в фонде почти 50 подопечных. Чтобы присоединиться к проекту «Под крылом», достаточно написать на электронную почту благотворительного фонда. Мэри Элчан, Николай Сидоров, События. 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы. По поручению президента России Владимира Путина созданы Оргкомитеты Победа. Их задача – составить программу масштабных акций. Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание областного Оргкомитета. В режиме ВКС участники обсудили подготовку к масштабному событию. Как в Самаре планируют провести Парад Победы, узнала наша съемочная группа. День Победы – великий праздник для всех россиян. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, масштабные торжественные акции, которые традиционно проходят 9 мая, в этом году пришлось перенести, чтобы обезопасить людей. Теперь, когда эпидобстановка в стране постепенно стабилизируется, президент принял решение провести парад 24 июня. А шествие бессмертного полка предварительно назначено на 26 июля. Перед региональным Оргкомитетом Победы стоит задача организовать проведение этих знаковых мероприятий в Самарской области на самом высоком уровне, при этом не допустить роста заболеваемости. Да, сложилось так, что исторические юбилеи Победы мы отмечаем в особых условиях, когда страна борется с распространением и последствиями пандемии, инфекции. Поэтому пришлось на время отложить проведение масштабных торжеств и многолюдных праздничных мероприятий ради того, чтобы сберечь здоровье и жизнь граждан. Парады пройдут, конечно же, не только в Москве, но и во многих городах. И, конечно, в столице нашего региона, в Самаре, разумеется, при соблюдении самих строгих требований безопасности, чтобы свести к минимуму, а лучше исключить риски для участников и гостей. Ограничительные меры не помешали региональному Оргкомитету Победа провести практически все акции, запланированные в этом году. В первую очередь речь идет о помощи ветеранам. Так, 20 267 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории получили различные меры поддержки. Во время режима самоизоляции участники всероссийской акции «Мы вместе» передали пожилым людям 21 тысячу продуктовых наборов. По решению губернатора с 1 мая за счет средств президентского гранта восстановлены единовременные денежные выплаты ветеранам, которых они были лишены в 2017 году. Также за счет средств гранта уже в этом году будет решен вопрос обеспечения жильем тружеников тыла. Большая работа проделана по сохранению исторической памяти. 1101 мемориал Самарской области, увековечивающих память погибших при защите Отечества, были приведены в порядок. Несмотря на особую эпид-обстановку, День Победы в Самарской области был отмечен яркими акциями. Посредством социальных сетей реализованы проекты «Память героев. 75 дней до Победы», «75 лет спустя», «Судьба солдата», «Бессрока давности», а также флешмоб «Мы все равно скажем спасибо». На сайте правительства Самарской области действует раздел, тематически посвященный Великой Победе в регионе. Регион уже готовится к проведению Парада Победы. Предполагается, что в нем примут участие почти 1700 человек личного состава и более 60 единиц военной техники. В прохождении техники времен Великой Отечественной войны будет сопровождаться показательными полетами авиационной техники ЦСКА ВВС и ДОСА в России. Кроме того, по улице Чапаевской в районе площади Пульбышева планируется организовать выставку вооружения и военной техники Министерства обороны Российской Федерации. По предварительным расчетам военный парад будет проходить в течение одного часа. Пока из-за опасности заражения COVID-19 в регионе рассматриваются два варианта проведения парада – со зрителями и без. Если эпидемиологическая обстановка позволит провести парад со зрителями, чтобы соблюсти требования социального дистанцирования, количество мест на трибунах будет сокращено до 5000. Кроме того, будет соблюден масочный режим. На входах людям будут предлагать обработать руки антисептиком. Чтобы предотвратить массовое скопление людей на точках входа, организаторы составят график прибытия зрителей на площадь. Лариса Шлафаст, События. В Самаре продолжается второй этап строительства Фрунденского моста. Сейчас возводят автомобильную дорогу на улице Шоссейной. Две транспортные развязки через железнодорожные пути. На строительной площадке побывала мэри Елчан. Строительство второго этапа мостового перехода Фрунденский в самом разгаре. Дороги от улицы Шоссейной до границы Самары на участке протяженностью почти 8 километров возводят в рамках нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Сейчас на объекте ведутся работы по строительству двух транспортных развязок на улице Утёвской и на Грозненской. Возводятся стены рамповой части, то есть идёт монтаж опалубки, армирование, ну и последующее бетонирование будет производиться после монтажа опалубки. Один участок уже готов 100% рамповой части, осталось только шапочный брус там выполнить на трёх секциях. На протяжении всего участка строительства ведутся дорожные работы и переустройство коммуникаций. Ширина проезжей части будет 9,5 метров, это на 3 метра больше, чем было. Пока рабочие трудятся на развязках только днём. После того, как забьют сваи под опоры, работы будут вестись круглосуточно. На участке ежедневно работают свыше 100 человек. Это будет, я думаю, отличный объект, который разгрузит перекрёсток. Если честно, очень удивился темпом работы, которые задал подрядчик, потому что по сравнению с тем, что было два месяца назад, с тем, что есть сейчас, разница, конечно, колоссальная. Новая автомобильная дорога обеспечит пропускную способность моста и дополнительный выезд из города со стороны Куйбышевского района. Завершить работы планируют к осени 2022 года. Реализация нацпроекта проходит по поручению президента страны Владимира Путина. То, как ведутся работы, контролирует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Всего в этом году запланирован ремонт почти 250 километров дорог. Мэри Илчан Максим Гусев, События. Самый востребованный материал. В регионе создан надёжный запас средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений. Сегодня без экипировки недопустима работа инфекционных отделений и скорой помощи. Поставки спецодежды постоянно пополняются. В этом убедился наш корреспондент Олег Зверев. Врач-кардиолог Оксана Ефимова работает в неврологическом отделении, но на время пандемии перешла на передовую борьбы с коронавирусом в инфекционный госпиталь. Защитный костюм надевает за считанные минуты. Работать в спецодежде уже привыкла, только так можно помочь больному. Ощущение надёжности. Самое главное. Немножко жарковато, конечно, но всё-таки самое главное – это защита. В больнице имени Середавина создан месячный запас средств индивидуальной защиты. Это костюмы, респираторы, маски, шапочки, бахилы, халаты. Ежедневно в смену на дежурство выходит порядка 700 сотрудников. За безопасность работающих в инфекционном госпитале отвечает специальная служба. В обязанности экспертов входит обеспечение сотрудников, работающих в красной зоне. Запасы защитных костюмов пополняются. В больших картонных коробках необходимая для медиков экипировка. Защитные костюмы, без которых выезд врача скорой помощи к больному коронавирусом недопустим. Средства индивидуальной защиты – самый востребованный расходный материал в больницах. Чтобы их хватило, необходимо постоянно пополнять запасы. И вот новые партии – 200 штук. Расход, к сожалению, довольно большой. Пациентов потому что много. И из дома звонят, и из больниц перевозить переходятся. Поэтому бригады экипированы, как минимум медицинские работники одеваются. Водители сейчас из РТ скорой помощи в основном у нас присутствуют. У них свои средства защиты. Это суточная наша норма. Огромное спасибо за это. Сутки будем жить спокойно. Поставщик гуманитарного груза «Единой России», который проводит акцию «Спасибо врачам». Акции проводятся в девяти регионах страны, которые наиболее эффективно проводят противоэпидемические мероприятия. Очень важно сказать слова «Спасибо» медицинским работникам, но вместе тем позаботиться об их здоровье. А защитные костюмы, средства индивидуальной защиты – это и есть залог здоровья наших медицинских работников. Потому что они первыми встречаются с этой инфекцией. Уже сегодня врачи и фельдшеры поедут на вызовы в новых костюмах. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. В Самаре на стене девятиэтажного дома появился рисунок, посвященный труду самарских врачей. В период распространения новой коронавирусной инфекции они рискуют жизнями ради спасения пациентов. Подробнее о замысле и сюжете огромного рисунка расскажет Анатолий Главко. Фасады домов на Новосадовой снова превращаются в полотна для уличных художников. На этот раз граффитисты выразили благодарность врачам, которые борются с коронавирусом в Самарской области. Мурал-арт на Новосадовой высотой с девятиэтажный дом еще не готов, но уже поражает воображение горожан своими масштабами. Авторы произведения увековечили память о героическом и самоотверженном труде врачей, лечащих пациентов с COVID-19. В центре композиции доктор в защитном костюме. В ее заботливых руках сердце, символизирующее Самарскую область. Внизу молекула ДНК, которую исполнят в цветовой гамме флага России. Новое граффити уже пришлось по вкусу всем самарцам. Такие вот граффити, они приукрашивают город, придают цвету вот этим вот всем, скажем так, домам. Ну, добавляют красоту, наверное, в повседневную жизнь. Сразу бросается в глаза и, в общем-то, правильное решение. Эта идея очень хорошая. Как перед чемпионатом футбол рекламировали, это то же самое. Вот я считаю так. Даже еще больше благодарности нужно. Инициатором Мурала на Новосадовой стало правительство Самарской области. Работу выполняют художники Оксана Гладкова и Семен Маверский, которые уже увековечили подвиг пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле, и запечатлели победу сборной России по футболу в матче чемпионата мира с Испанией. Сейчас Мурал готов на 30%. В ближайшие дни художники должны закончить произведение уличного искусства. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Самарцам рекомендуют соблюдать дистанцию. После ослабления ограничительных мер в городских парках все больше людей. Дружинники проводят профилактические рейды и напоминают горожанам, что собираться большими компаниями по-прежнему запрещено. Не забываем о социальной дистанции. Возьмите, пожалуйста, память. Плохая погода прогулкам не помеха. В парке Гагарина даже в дождь много отдыхающих. Дружинники напоминают людям. Режим самоизоляции действует до сих пор. И соблюдать дистанцию по-прежнему необходимо. После небольших послаблений, особых ограничительных мер в регионе, прогулки по паркам, а также пробежки разрешены. Но компаниями не больше двух человек. Режим самоизоляции действует в Самарской области до 8 июня. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События. Комфортная среда, которую выбрали сами жители. В сквере Овчарова в поселке Прибрежный начались работы по благоустройству. Территория стала победителем общественного рейтингового голосования. И теперь ее капитально обновят. Какой объем работ запланирован в сквере, узнала наша съемочная группа. Сквер Овчарова станет новым местом притяжения для жителей поселка Прибрежный. Здесь обновляют территорию по федеральному проекту формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В голосовании общественное пространство набрало свыше 15 тысяч голосов. Парк площадью 14 тысяч квадратных метров капитально отремонтируют. Уже сделали демонтажные работы, снесли старые дорожки и спилили ветхие деревья. Глава Самары Лена Лапушкина проверила, как идут работы. Уверена, что жителям это понравится, потому что вижу, как ответственно подрядчики относятся. Знаю, как жители контролируют эту территорию, которую они долго ждали. Поэтому убеждена, что это будет такое новое место притяжения в этом поселке. Здесь будут установлены тренажеры и появятся спортивные площадки для занятий футболом, волейболом и хоккеем. Планируется отремонтировать пешеходные дорожки, обновить газон и посадить новые кустарники и деревья. Здесь такое место, которое было и приятно посмотреть тоже, но не было ухожено. Я считаю, что в этом регионе прибрежно будет значительный красивый сквер. Закончить благоустройство сквера Овчарова планируют к 1 сентября. Анатолий Головко, Мэри Елчан, Константин Головин. События. В Самаре начался сезон клубники. По всему городу продают душистую ягоду. Пока из Краснодарского края и Крыма. Но уже через неделю продавцы обещают местную клубнику. На что обратить внимание при покупке ягоды и как выбрать самую вкусную, расскажет Елена Малютина. Покупателей в начале лета так и тянет на клубничку. В Самарской рынке заполнены ягоды из Краснодарского края и Крыма. Заморскую сейчас не сыскать днем с огнем. Продавцы это связывают с карантином. Неделю назад цена на клубнику на рынке в среднем упала с 400 рублей до 350. Продавцы говорят, это сразу же повысило спрос. Нина Носкова рассказывает, покупает клубнику в этом сезоне впервые. Говорит, хочет побаловать внуков, которые придут в гости. Своя начинает спеть, но она еще не совсем. А ко мне сейчас внук придет, но, умы, своя еще дня через 3-4 будет. Турецкую египетскую я стараюсь не брать, это лучше на крайнем случае, если что-то надо украсить где-то. А стараюсь брать, чем ближе к месту обитания, тем будет лучше. Почему? А так свою вообще ждем. А почему? Ну, она слаще, она вкуснее. Очень вкусная клубника, да. Брали не один раз уже. А цены вообще кусаются? Не сильно кусаются, но нейтральны, цены хорошие. Посмотреть, понюхать и попробовать – это самый надежный способ выбора клубники. Хорошая ягода должна быть сорванной не более двух суток назад и не храниться в холодильнике в течение этого времени. Иначе она теряет свои вкусовые качества. Лучший советчик, как правильно выбрать ягоду – это, конечно, продавец. Только он знает, каким хитростям порой прибегают коллеги по цеху, чтобы продать некачественный товар. В первую очередь, чтобы она должна быть, во-первых, свежая. Это очень важно. По ней всегда видно. По цвету, по пятнам и так далее. Важно смотреть до дна чашку. Если продавец уверен в своем товаре, он предложит высыпать. Если он уверен во вкусе, он предложит попробовать. Вода всегда в запасе есть. Поэтому и сорта. Очень важно сорта. Есть определенные сорта, вытянутые. Они очень сладкие, очень вкусные. Визуально смотришь, чтобы она была симпатична. А внизу, чтобы она была не мокрая, то есть она не влажная была. То есть она дольше будет хранична. И все. То есть это обручивает качество. То есть визуальное качество и цена. Три золотых показателя. И поэтому выбираем. Не вся ягода, которая красуется на прилавках, полезна для здоровья. Все производители клубники хотят вырастить яркую, блестящую и большую клубнику. А потому порой злоупотребляют удобрениями. Чтобы проверить, не переборщили ли производители с минералами, нужно разрезать сухую ягоду и приложить к срезу салфетку. Хорошая клубника оставит ярко-красный след. А перекормленная ягода – бледный, еле уловимый по контурам. Уже через неделю на прилавках появится местная ягода. По словам экспертов, она и слаще, и безопасней. Елена Малютина, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова